После матчевых комментариев тренер команды Родинаема Филипп Александрович Соколинский. Филипп Александрович, с победой! Ваше резюме по сегодняшней игре. Ребят с победой, тренерский штаб с победой, все, кто причастен к сегодняшней игре. Ребят молодцы, провели хорошую игру, очередную хорошую игру и хороший недельный цикл. Мы сегодня были довольны как игрой, так и победой. Несмотря на то, что мы играли с одной из самых сильных команд в нашей зоне, так скажем. Наравне с «Зенитом», наравне с «Динамо». Это команда, которая интересно играет в футбол, с хорошим тренерским составом, который недавно заменил предыдущий также сильный тренерский состав. Поэтому было непросто, но ребята проявили и характер, и качество игры было сегодня на хорошем уровне. Хорошие моменты были созданы, поэтому сегодня заслуженная победа. Вы проводили матчи против «Балтский БФУ» против прошлого тренерского штаба. А теперь против нынешнего. Насколько разнятся рисунки игры у наставников? Могу сказать, что оба тренера высококвалифицированных, очень хороших, знаем их давно. Следим за, скажем, их работой. И то, что в игре и у одного тренера второго часто меняются по ходу игры, и схемы, и какие-то детали игры, это интересно. Ты смотришь, разбираешь их, постоянно натыкаешься на какие-то вещи, которые дают развитие, как и Балтике, и нам, и как тренерам, и команде. Потому что, условно, поменять схему из тройки защитников на пару защитников, или выдвинуть инсайда вверх. Это все тоже кропотливая работа, которая требует и времени, и знаний глубоких. Ребята очень восприимчивы, так скажем, и понимают, что от них хотят. И поэтому рисунок игры и там, и там был хороший, так скажем, футбольный. Можно ли сказать, что Балтика, скажем так, наша любимая команда, потому что очень хорошо против нее играем? Да, не знаю, можно так сказать, может быть, по результату, да, в том чемпионате предыдущем, там, одержали победы, сыграли в ничью. Да, сейчас выиграли по результату, может быть, да, то, что... Любимая в плане того, что нам нравится играть с интересными командами, которые играют в открытый футбол, которые оказывают давление и сами пытаются выходить из обороны через комбинационный футбол, там, короткие, средние, длинные передачи. Все используют, то есть такой багаж хороший у них в плане образования и в плане идей. Поэтому всегда интересно играть, когда ты разбираешь кого-то, подстраиваешься и сам навязываешь свою игру. Вот, и по ходу игры тоже какие-то детали замечаешь и в перерыве вносишь нюансы, коррективы. И ребята с этим справились, и второй тайм, опять же, как с Владимиром, провели более качественно и хладнокровно, да. Были моменты, когда, ну, наверное, команды, не будем называть какие, да, которые просто играют, там, выбивают, пуляют, да. У нас сегодня был Ефим Колобов и Гапа, и Степ Правкин, который сегодня дебютировал в стартовом составе. Действовали очень хладнокровно, где-то могли обыграть нападающего на коротке и в стенку, и на замах. Поэтому это радует, это шаг вперед для ребят, когда ты думаешь, когда ты оцениваешь риски, и эти риски, они оправданы. Бывают ошибки, и были у нас ошибки в течение чемпионата, и приводили и к пропущенным голам, и к потере результата. Но ребята растут, и это самое главное, что мы видим, что у них еще есть долгий путь, да, до премьер-лиги, как минимум. Я очень хочу и вижу, что ребята на правильном пути и готовятся в большой футбол. Матч вывелся жарким. Какие эмоции были на скамейке на седьмой минуте? Ну, на седьмой минуте, они с первой до последней минуты, эмоции, они не прекращаются. Что у нас, у тренерского состава, именно административного штаба, что у ребят запасных, те, кто у нас не участвуют в игре. Все хотят победить, все хотят каждый свой эпизод доиграть. Проживают, так скажем, каждый свой момент. Поэтому, что пенальти, что там последние, что гол, что последние минуты, они всегда очень жаркие. Так что эмоционально любая встреча для нас, она на пике. В перерыве заменили Алана Агаева. Во втором тайме он активно подсказывал ребятам, насколько его подсказ отличался от вашего. Слышал голос Алана, слышал эмоции, не вникал в них, но какие-то детальки он там подсказывал, нашему фланговому игроку Ролу подсказывал. Мы это слышали. Пока ему еще рано на тренерский мостик. И он сказал, Саныч, какие эмоции вы испытываете, я точно туда не пойду, когда закончу. Поэтому подсказывал и эмоционировал наравне с нами. Спасибо, с победой. Да, все.